доброе утро дорогие друзья несмотря на вот появившееся солнце подымается хмарь и я думаю как и предсказывали что день сегодня будет такой знаете пасмурный ну для фотографии это очень хорошо в принципе без яркого солнечного света зачастую от него приходится отгораживаться так вот по поводу фотографии вы знаете дорогие друзья я понял так что дача это не самое лучшее место для фотографирования фотографирование для меня это всего тишина спокойствие как в студии возможность подумать возможность поэкспериментировать и вот вчера я убедился что действительно для меня это очень важно я фотографировал вот этот ромашки на фоне неба а рядом гуляла компания ну человек 12 с детьми собаками я измучился весь ребят кстати вот дачки немецкие и ушел очень недовольный вот эта дача которая образцовая до хозяина зовут х томас я с ним договорился что мы с ним проведем интервью он нам все покажет расскажет ну действительно образцовая дача но жена и когда узнала о том что тут будут снимать на отрез отказалась ему пришлось ко мне приехать и извиниться то ради бога мы и так залезем посмотрим все нам надо сильно да так вот я понял что мне нужно какое-то уединенное место в общем то куда бы я мог приходить и фотографировать и не таскать туда-сюда даже эти ну дверь хоть и не очень тяжелая но старушка бабушка старушка постоянно мне толдычит про то как они 60 лет этот дачу берегли и как у них красиво все было а теперь вот лишнее тут стоит и выглядит не очень красиво и поэтому как только я фотографирую сразу же надо все убирать и это напрягает это напрягает ребят и вот эти два фактора как бы заставили меня искать местечко где бы я мог укрыться от суеты мирской и спокойно фотографировать вот это было бы неплохим местом казалось бы да но здесь уже кто-то пытался сама захват сделать и все по уши ли ему или ей ему скорее всего но мы все-таки пройдем по этой тропинке хорошо довольно таки заросшее все краса недаром я в сапогах вот вам еще маленький сюрпризик то есть этот камуфляж убираем здесь у меня пенечки лежат пара приспособов стол и вот я принес на ночь конечно я не оставляю но сейчас я принес статифчик и сейчас мы будем с вами фотографировать то есть вот видите сколько мне надо в общем то мне надо всего ну 20 квадратов скажем так земли но мы родившись на этой землях как я уже говорил не имеем права кроме двух квадратов это надо их оплачивать когда поврошу не важно давайте отбросим эти настроения и начнем фотографировать ради чего я пришел принес свои ромашки оттуда и сейчас будем это делать ну вот установили чем хорошо это передвижная дверь я за солнцем следовал да то есть теперь у меня здесь перекладины нет у меня есть два штыря который втыкается в землю и все еще я принес пенопласт для отражения и даже собственно как вы видите телом могу загораживать если слишком много и могу отпускать немножко вот так видите вот что очень хорошо там видно кусочек неба да вот то есть просвет то есть это очень удачное место я считаю и я поставил вот такую кувшинчик прозрачной водой ромашечки ну и вот такое первое не очень сложное задание мы с вами сегодня уже выполнили сейчас пойдем домой посмотрим что я нафотографировал и всего что здесь есть в принципе дверь бесплатно мне достала стол бесплатно достался пни и так далее единственное что вот эта часть ну даже если она пропадет стоит 10 евро на крайний случай ну и все и теперь мы с вами идем домой после первой сессии новости так ну давайте посмотрим чему тут мы снимали для а первой сессии в общем-то надо же к студии привыкнуть тоже довольно таки неплохо я считаю поработать с экспонатом вот так поправить катрирование ну в общем есть из чего выбрать так сейчас я секунду покажу вот такой момент есть я в этот раз стекинг не делал хотя наверное зря вот тоже интересно видите там вот что я вам говорил небо просвечивает да с этим можно тоже поиграть если что вот такой вариант тоже совсем с тенями со всеми делами очень неплохой короче говоря я думаю что есть что выбрать и я себе что-нибудь выбрал этот вариант мне вообще очень хорошо нравится единственное что тени так и света уберем немножко что вы видите иначе у нас не видно наших этих ромашек пара здесь некрасивых лепесточков можно поправить всегда так сделаем тоже что еще у нас ну это нет это скорее всего тоже нет ну короче я выбрал кое-что видите вот так ну не попал вот неплохо да но фокуса то нет поэтому потому что поторопился что солнце уйдет без штатива так вот этот этот как бы может иметь место жить да этот может иметь место жить красивый честно говоря красивый очень такой мне кажется удачный как в раме как будто да в картинке чуть-чуть выбелить чуть-чуть света добавить убавить то есть поработать с этим делом насыщенность так красочности будет вам картина ребята ну тоже вот ее возьмем потом посмотрим так оттенок немножко поменяем наверно температуру вот так более в зеленую введем посмотрим сейчас да резкость нормальная везде можно тоже картину сделать если что надо было тогда кувшинчик повыше поднять надо подумать над этим да иногда можно красивые картины делать тут такие очень интересные с цветочками с простыми так сейчас я вам скажу что с рейтингом выбрать открыть изображение потом посмотрим какая нам больше понравится то и возьмем что в заднем ну то что что вот так и коррекцию произвести получится довольно неплохо так сейчас я еще посмотрю насчет кадрирование может быть так можно попробовать вот так конечно посмотреть что здесь как здесь так но ты не обязательно кадрировать так это не обязательно что я ее возьму совсем не обязательно белое пятно мне не очень нравится сейчас не можно бороться естественно пусть пока полежит посмотрим так это навряд ли даже при коррекции она не будет нормально мне кажется смотрится хотя кто ее знает но нет так это нормально вот этот интересный этот тоже интересный этот нет этот если сравнить вот с этим то этого преимущество выключаем слишком жесткие переходы так и остается вот этот неплохой и вот этот так если нам попробовать действительно вот так отрезать как картину давайте попробуем что будет нет что-то теряется что-то теряется ребят не совсем не это нравится вот так и то лучше если мы сейчас ее повернем вот так вот так и желтая уберем слишком много желтого так коррекция баланс вот так немножечко уберем вот так может быть изображение изображение надо выровнять немножко баланс что у нас ну да может быть і не перейти И теперь Ctrl T И снова Продолжение следует... 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 Так, видно, что на окне стоит перспектива. Так, ребята, методом отбора мы пришли к тому, что наиболее этого настроения отвечают вот эти, вот эта картинка. Ну, так мы ее оставим, добавим немножко резкости еще, фильтр. Все-таки надо со штатива снимать, тогда будет гарантировано все. Ну, вот и все. Поход наш оказался удачным, место мне нравится, поэтому скажите свое мнение по этому поводу, я буду рад. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok